Приветствую вас, дорогие друзья! С выходом пятого сезона у многих игроков возникло ряд вопросов. Как с выполнением определенных заданий, так и с тем, например, останутся ли в дальнейшем у нас копьеносцы Ордена, если мы откроем новую коробку. Давайте, пожалуй, начнем с того, что разберемся с некоторыми заданиями, которые у нас появляются, если мы нажмем на вкладку F4. Путь доблести. У нас здесь есть задания «Наймите отряд добровольцев и используйте их в битве». Что же это за добровольцы? Вот этот вот перевод мейла, он уже, наверное, о нем будут уже слагать легенды. И главное, что говорить им в очередной раз об этих переводах, ну, бестолку. Я быстрее научу черепаху приносить мне тапки, и она это будет делать быстрее, чем мейл начнет нормально переводить. Это просто катастрофа какая-то. Вот. Отряд добровольцев — это ничто иное, как наемники вот в этой веточке отряда. Но у некоторых игроков, например, у меня возникла такая проблема, что у меня все эти отряды получены. То есть все отряды, которые мне предложены в списке временных отрядов, они у меня уже есть, они у меня уже наняты. Да, может быть, на следующей неделе это изменится, и у меня здесь будут отряды, которых я еще нанял. А может быть, есть такие игроки, у которых наняты абсолютно все отряды. Как быть этим игрокам? Ну, есть один момент. Если мы заходим во вкладку F5, в сезонные отряды, здесь у нас есть ополченцы-огнеметатели. Если мы открываем первую вкладку, то данный отряд у нас появляется временный. Он будет у нас именно временным. И вот сыграв один бой за этот отряд временный, мы и выполним это задание. Но с этими заданиями еще не все в порядке. У меня, например, возник вопрос вот с этим заданием. Правое вот это вот задание, которое сейчас появится здесь. Открыть и нанять отряд наемников с копьями или отряд пикинеров. Покажу, кого я нанял, когда у меня выполнилось это задание. После чего у меня выполнилось это задание. Я нанял вот восточных копейщиков-новобранцев. И выполняется это задание. Ну, это если возникнет вопрос как раз-таки с этим заданием. А далее у нас есть в пути правосудия задание очень интересное. Помочь друзьям 0 из 10 раз. Ребята, друзья, если вам нужно выгулять собаку, вынести мусор, не знаю, помыть посуду, ну, обращайтесь, помогу. Нужно 10 друзей, которым бы я помог. Ну, что это за задание? Ну, вот как? Я не знаю. Возможно, в дальнейшем таких заданий будет больше. Я, честно говоря, не помню, что здесь у нас в пути веры. Ну, по-моему, более или менее все нормально. Но я могу представить, что там будет в плане перевода в пути мудрости еще. Ну, это просто нечто. Да, еще у нас здесь также есть перевод в ополченцах, в открытии ополченцев. Убить героев с помощью осадных машин в свободном режиме 0 из 160. Убить героев с помощью осадных... Когда это задание вообще можно будет выполнить? К концу сезона или что? Ну, во-первых, я думаю, что здесь в первую очередь, конечно же, неправильный перевод. И наверняка это убить столько отрядов в свободном режиме надо с помощью осадных машин. То есть это только именно на карте осада. До свободного режима. Но, благо, без этого задания можно будет открыть этот отряд спокойненько. Я не представляю, что будет в следующем сезоне для тех игроков, которые захотят открыть. Потому что надо будет им выполнять 6 заданий из 6. Ну, сейчас 4... Точнее, 6 заданий нужно сейчас выполнять из 8. А в дальнейшем можно будет выполнить задание на 8 из 8. И тогда уже это задание надо будет выполнять. На данный момент его можно не выполнить. Так же, как и в свободном режиме общими усилиями в вашей группе убить героев. Вот где нужно убивать героев. А здесь, я думаю, что именно как раз-таки отряды. Ну и еще один очень важный вопрос, который касается замены старых отрядов на новые. Это вот Симашские Стражи и Симашские Паладины. Как будет происходить этот процесс? У меня, например, уже есть 2 нанятых и прокачанных отряда. Копьеносцы Ордена и Пешие Рыцари. Именно эти отряды будут заменяться на старые. Но! Представим, что я хочу себе эти отряды оставить. И хочу, чтобы они были прокачаны. Потому как как только я открою Симашские Стражи и заменю Копьеносцы Ордена на новый отряд, у меня Копьеносцы Ордена пропадут. Для того, чтобы у меня этот отряд остался, мне нужно нанять новый такой же отряд. Мы берем, выбираем. Вот, допустим, сейчас я выберу здесь Копьеносцы Ордена. Создаю данный отряд, новый. Его создать новый можно. Он будет первого уровня. Вбрать в бой одновременно два таких отряда нельзя. Но создавать их можно сколько угодно. Это видно на примере все тех же ополченцев с мечами. У меня есть еще один этот отряд. И когда я открою по заданиям тот Симашских Стражей отряд, то я просто-напросто буду заменять новый отряд, вот этот вот, на тот отряд, на вот этот вот новый. То есть вместо этого отряда у меня появятся Симашские Стражи. А этот у меня останется. Ну, надеюсь, правильно объяснил, да? То же самое и касается Пеших Рыцарей. Что же будет, если у вас нет такого отряда? То есть вообще вы его не исследовали. Опять-таки сейчас, на данный момент, это информация с Фронтира. Я сам эту информацию не проверял, но мне так сказали. Что? Как только вы открываете вот этот вот временный отряд, то у вас появляется именно вот этот отряд. Если у вас его нету, вот этого отряда, то он появится. Если он у вас есть, то он будет заменяться на вот этот вот новый отряд. Но именно, еще разочек, если вы хотите, чтобы у вас старый остался в прокачанном виде, то вы его нанимаете новый и меняете на новый. А далее еще такой один момент. Если вы старый отряд уже прокачанный, 18 уровня, заменяете, то этот отряд будет автоматически также 18 уровня. То есть, какого уровня отряд вы заменяете, такого уровня вот этот вот отряд и будет. Ну, надеюсь, я подробно и нормально объяснил. Ну, в любом случае, если у вас еще возникли вопросы, обязательно пишите в комментариях. На этом все. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok